Премьеры, конкурсы, фестивали. Насыщенная творческая жизнь. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня человек, который взмахом руки рождает музыку, дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Жень, ну хочется начать, наверное, с того, что подходит к концу 86-й театральный сезон. И, ну, наверное, не итоги, а как прошло? Насыщенно. Много было всего. Были фестивали, были фестивали традиционные уже, были премьеры, была поездка в Москву на Золотую маску, вот, и были, скажем так, бурные обсуждения, что же будем делать на следующий сезон. Но об этом чуть позже поговорим с вами. Вот смотрите, когда подходит к концу как бы определенный сезон, да, потому что театры живут не годами календарными сезонами, а все время как-то есть какое-то чувство, может быть, ностальгии по тому, что было, да, в этом году, есть какое-то чувство новизны, а что же будет дальше. И есть еще момент, что фух, да, можно немножечко в отпуск сходить, можно немножечко расслабляться. Это еще рано. Расслабляться рано. Год трудный был. Да, очень трудный. Вот вы правильно говорите, что есть такой момент какой-то ностальгии, потому что уже состоялась, уже премьера была, и уже, как говорится, второй раз в эту реку не войдешь. Но об этом мы тоже попозже с вами поговорим. Все-таки есть у нас одна премьера, в которую мы пытаемся войти несколько раз, посмотреть. Да, дело в том, что это был такой эксперимент театра. И, в общем-то, мы продолжаем экспериментировать. Мы не отказались от поиска, и мы продолжаем экспериментировать. Об этом я чуть позже скажу в связи с планами на будущий сезон. А сейчас расслабляться еще рано. У нас еще довольно серьезные спектакли на закрытие сезона. И вообще, надо сказать, что весенние месяцы и летние выдались по-театральному горячими. У нас такие серьезные спектакли. Например, завтра будет «Пиковая дама», спектакль, который мы показывали в Москве. Это был, наверное, первый. Да, это был первый спектакль, который мы показали на «Золотой маске». Вот. И завтра вот у нас будет петь состав. Не совсем тот, который был в Москве, но многие, например, тенор Михаил Губский, он был в «Золотой маске», там даже, так сказать, на «Сэскане» этой маске был представлен. Вот он будет завтра петь, Германа будет петь Лизу Ларина, наша Татьяна, наша солистка. В общем, спектакль будет, мне кажется, очень интересным. Для тех, кто думает, как ему провести, скоротать завтрашний вечер, я рекомендовал бы пойти. А вот, кстати, хотела как раз, навели меня на такой вопрос. Спектакль, это же не кино, это же фильм, один раз сняли, смонтировали, и все, и все, оно точно так же, сколько раз не пересматривай. А в театре, плюс еще с учетом смены составов, и того, что зачастую разные люди исполняют некие партии, каждый раз это разные спектакли получается? То есть, по сути, ну, понятно, сюжетная линия, она выстроена, и она одна, но эмоции ты можешь получить совершенно разные, придя сегодня, завтра, послезавтра. Абсолютно. Причем они могут быть, так сказать, даже прям противоположными, в зависимости от того, даже если это одни и те же солисты, все равно повторить спектакль так, как он уже был, невозможно. Это всегда живое дело, это всегда что-то привнесенное в роль со стороны, из жизни. Это может быть впечатление от, не знаю, какой-нибудь увиденной ситуации жизненной на улице, это может быть какое-то потрясение, связанное с какими-то личными там переживаниями, семейными и так далее, или, наоборот, какой-то колоссальный заряд счастья, эмоций. Вот кто-то позвонил, сказал, вы знаете, мы хотим вам предложить там, не знаю, спеть где-нибудь, и человек уже совершенно окрылен. Это на нас, на творческих людей, это действует просто очень сильно, и это все мы ретранслируем на спектакли. Поэтому спектакль может иметь абсолютно разную окраску, даже в устах, в руках одних и тех же исполнителей. А с музыкантами такая же история? Ну, с музыкантами, может быть, в меньшей степени, просто потому что, ну, вы понимаете, оркестр – это большой механизм, и уж совсем такая импровизационность фактически исключена. Конечно, есть какие-то вещи агогического плана, там, не знаю, темпового, да, динамического и так далее, когда оркестр звучит по-разному, да, и это тоже связано очень часто с каким-то энергетическим, может быть, зарядом и настроем дирижера и тоже артистов оркестра. То есть бывает, что меняется, бывает, меняется звук, это слышно. Профессиональные науку это слышат сразу, любители это чувствуют. Они не могут это объяснить, но они это чувствуют. Я очень дорожу мнением любителей музыки, не как бы профессиональных музыкантов, а искренних любителей, потому что, как правило, они бьют в точку. Они не могут объяснить, но они точно говорят, что сегодня было скучновато, а сегодня просто совершенно было что-то эмоционально по-другому. Слушайте, пользуясь случаем, не могу не спросить, все-таки вот сейчас только что проговорили, что насколько большой механизм оркестр, когда, да, миллион разных инструментов, куча людей, и все это должно работать как единое целое. Как вы это делаете? Как? Каким образом? Как эти люди все вас понимают? Понимают, что вы от них хотите? Редкий вопрос. Первый раз меня спрашивают. Пользуясь тем, что накануне был День блондинок, а я блондинка, вот все-таки задам этот вопрос. Ответить односложно очень трудно. Я пытался как бы выработать какую-то такую модель, что ли, шаблон, по которому можно было в двух словах объяснить, зачем нужен дирижер, и зачем мы размайки в динамках. Нет, зачем вы нужны, я понимаю. Как вы это делаете, не понимаю. Ну, это второй вопрос. Это было А, теперь будет Б. Значит, зачем? Вы знаете, видимо. Я думаю, все тоже знают, что без дирижера спектакль не состоится, просто нужен человек, который все это организует. Второе, как мы это делаем? Вот этому очень-очень долго нужно учиться, и мы продолжаем учиться. Я учусь каждый день этому. Это опыт, который ты получаешь с каждой новой репетицией, с каждой новой спевкой и так далее и тому подобное. Но самое главное, чему учат в консерватории, это первое, это техническая часть, то есть как пианист точно знает, где какая у него аппликатура, как он попадает пальцем на определенную клавишу, как выучить пассаж, как все это сыграть. Точно так же мы занимаемся дирижерской аппликатурой, мы занимаемся руками, мы абсолютно безмолвный момент спектакля. Все, весь наш арсенал, это руки, понятный язык жестов, которые музыкантам тоже приходится проходить. А он универсальный? Он же в любой стране, как бы говоря. В общем, универсальный, конечно. Он тянется уже, так сказать, поколениями, и можно исторически просмотреть, как это все зарождалось, как это, во что это развивалось и так далее, от момента, когда отбивали просто ритм палкой, как постепенно это стала элегантная дирижерская палочка, или кто-то дириживает без палочки. То есть все пришло... Ну, мануальная как бы техника, в общем, она универсальна. И этому учат в консерваториях, в академиях музыки, в колледжах и так далее. Потому что это, так сказать, язык жестов, который музыканты должны считывать, потому что дирижер абсолютно нем. Ну, и у нас есть еще глаза, взгляд, у нас есть, не знаю, какой-то, может быть, ну, может быть, такой персональный язык жестов, который отличает одного дирижера от другого, там, у кого-то много волос, у кого-то абсолютно лысый, у кого-то очень модный фраг или рубашка, у кого-то еще что-то, там. Но это все непосредственно не относится к музыке. Но, в общем, все равно как-то какое-то влияние оказывает. Вот это вот индивидуальный язык, как бы сказать, жестов, которые присущ конкретно в каком-то... Ну, не могут все одинаково, как роботы, выходить и дирижировать. Вы знаете, фишек никаких не изобретал, как-то об этом не задумывался. Более того, мне, честно говоря, всегда с детства больше привлекали мастера, которые занимались не каким-то внешним антуражем, а непосредственно музыкой. И были в ней... Были ей настолько увлечены, что какие-то вещи просто на автомате у них там, может, проскакивали. А вы... Как вы решили, что вы хотите быть дирижером? Потому что это такая все-таки достаточно узкая специальность, да? И не все люди... Вот, ну, многие хотят быть музыкантами, но немногие хотят быть дирижерами, да? То есть вот есть все-таки этот момент. Ну, вот, если очень коротко, я могу сказать, что мне повезло, мой путь был фактически предопределен. Это я уже говорю как бы ретроспективно, потому что у меня отец дирижер. Вот. И с детства он очень много занимался музыкой с нами, и я постоянно, конечно, ходил на всякие концерты, спектакли, и, естественно, очень рано пошел в музыкальную школу. Вот. Дальше все развивалось достаточно гладко, и, в принципе, могло бы так... Я бы мог закончить свой рассказ сейчас быстренько тем, что я просто поступил в консерваторию и стал дирижером. Но, однако, я, наверное, был бы не я, если бы я не попробовал поискать какой-то свой путь. Вот. Меня в какой-то момент окончания школы вдруг стало очень сильно волновать, что уж больно предопределен мой путь, уж больно все гладко складывается, а я бы, может быть, хотел чем-то другим заниматься. И я стал искать. У меня мама врач, я всегда очень интересовался медициной. У нас дома было бесконечное количество всяких медицинских книг, там, про педевтику внутренних болезней, какие-то учебники там. Я это тоже очень в это дело вникал. Вся наша огромная семья, дедушка и бабушка, они почти все медики, там, профессора медицины и так далее. Что по бабе на ней, что по маме на линии. Вот. Поэтому эта часть меня тоже как-то так привлекала. Очень мне нравилась всегда литература, история. Тоже как-то в школе мне все говорили, давай, давай, ты, может быть, давай на исторический факультет. Вот. И как-то вот я был на распутии. В результате, когда пришло время определяться, куда поступать, я просто, вот, не знаю, что-то у меня произошло, я решил, что нет, я попробую все-таки своим путем. Я поступил на исторический факультет. Вот. Очень успешно там проучился два года, все равно посещая все концерты, занимаясь музыкой. И, ну, единственное, что, когда вот этот вот момент такой переломный у меня случился, когда я сделал так, как хотел, поступил на исторический факультет, я понял, что я, наверное, совершу огромную ошибку, пойду против себя, потому что, естественно, мне хочется заниматься музыкой. Я все равно без нее жить не могу, я постоянно пропадаю на концертах и так далее. И вот с этого момента я все-таки, я помню этот день, когда я пришел к своему отцу и сказал, папа, твоя взяла, я действительно очень хочу. Ну, тернистый, тернистый, слушайте, они все так сразу... Да, да, и все, и дальше консерватория, дальше как раз все уже более-менее наш такой путь по накану. Вот там мы учимся в дирижерской аппликатуре, вот там мы учимся читать партитуры, слышать все голоса в оркестре, уметь оркестровать в случае необходимости, уметь общаться с музыкантами оркестра, уметь их объединять, заражать какой-то общей музыкальной идеей. Вот это все мы делаем на репетициях. То, что вы видите на спектакле, это результат. По-настоящему, если вы хотите понять работу дирижера и узнать, зачем, как он этого добивается, или вообще зачем он нужен, чем он помогает музыкантам, нужно прийти на репетицию. Нам даже не нужно ничего объяснять. Просто видно сразу, как два-три слова, изменилось что-то в звучании. Два-три слова, поменялись там какие-то штрихи, музыка зазвучалась по-новому. То есть мы вот этим делом руководим, но этому учиться, я говорю, что это не может учиться всю жизнь. Ну вот как раз о том, что зритель видит премьеру. И вот не так давно состоялась премьера «Тарам-парам», «Пам-пам» или «Квартирный вопрос» их испортил. Сложное, веселое название. В общем, цель достигнута. Запутать названием и привлечь, может быть, внимание отчасти. Да, такой, как я уже говорил, это наш такой проект, этот спектакль, который мы неоднократно дорабатывали, пытались учесть какие-то, может быть, пожелания публики и так далее. Сама идея, я считаю, она мне очень нравится. Я считаю ее, ну, не новаторской, но, по крайней мере, свежей очень. Идея режиссера-постановщика меня очень заразила. Собственно, я поэтому сразу откликнулся на его предложение вместе работать, сотрудничать, искать музыкальный материал, его как-то там компоновать. Вот, идея была прекрасная. Сейчас эта идея, мне кажется, еще более актуальная в связи с тем, что сносят в Москве хрущевки. А это как раз оперета Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которая была написана о том времени, когда все хотели переехать в новое жилье, Москва-Черемушки. То есть это вот как раз была мечта из бараков, которыми их было очень много в Москве. Люди хотели перейти в маленькие, на окраине Москвы. Но уже квартирки. Ну, свои, да. И вот это было связано с колоссальным стремлением чего-то нового. Это вот все эти эпохи великих строек, когда там молодежь, трудоотряды. Не знаю, это вот, понимаете, все хотели... Это у вас историк уже говорит, мне кажется, не состоявшийся девушка. Может быть. Ну, это очень интересно. Но, скажем так, если бы режиссер-постановщик просто сказал, а давай мы с тобой возьмем оперету, которая, кстати, довольно редко идет, ее особо часто не услышишь, кроме двух-трех каких-то номеров. Давай мы возьмем оперету и поставим ее вот сейчас про там... Я бы сказал, ну... А других нет предложений каких-то? Может быть, что-то... Но у него была совершенно другая идея. Он хотел объединить жанры. Он хотел взять балет Шостаковича «Барышня и хулиган». Вот. Это такой небольшой балет, очень-очень драматичный. И, так сказать, взять оперету «Москва-черемушки» и, как сказать, драматургически их переплести. И сделать один большой спектакль, в котором была бы и оперета, в котором был бы и балет. И также мы туда включили несколько произведений. Все только на музыке Шостаковича из его других каких-то там произведений. И, в общем, идея была замечательная. Его драматургическая, так сказать, подоплека была очевидно интересной. Вот. И мы начали работать. И получилось, что идей столько. И как бы... А вот давай здесь так. А давай еще вот здесь вот это поставим. А здесь само собой просится, чтобы вот это. То есть у нас получился огромный спектакль. Мы просто не были готовы к тому, что это количество материала настолько нас подавит, что ли. Вот слишком много. И, к сожалению, было не слишком много времени, потому что, ну, театр работает, у нас есть текущий репертуар, мы от этого не можем никуда уйти. У нас было не слишком много времени, чтобы попробовать как-то все-таки проработать уже готовый спектакль, отредактировать немножко, уменьшить где-то что-то. Да, где-то что-то, может быть, добавить, а где-то что-то убрать. Кстати, тексты написал либретто Червинского и Мааса. Это либретто оригинальное «Москвичеремышек». В нашей пьесе сам режиссер-постановщик Михаил Панжавидзе написал свой текст. И, соответственно, поскольку там другая немножко фабула, то он получился большим. Соответственно, тоже это очень удлинило спектакль. Но это интересно, это развитие спектакля. В общем, что я вам хочу сказать. Мы сами не знали, что получится. Мы честно экспериментировали. Очень многим понравилось. Просто потому что все знают спектакли «Травиата», все знают «Реголета». Ну, многие знают Екатерину Измайлову. Да, вот сейчас уже. Но вот такого в природе не существовало. Чтобы мы взяли два совершенно разножанровых произведения, переплели их и сделали еще какую-то сверхидею, которая бы объединяла вот эти вот… Ну, это как раз говорит об экспериментах, да, и о чем мы в начале программы начали говорить, что даже несмотря на то, что театр академический, да, и зачастую как бы звание академическое, оно в какие-то рамки определенные, да, нас ставит, тем не менее театр готов к экспериментам, он активно пользуется какими-то инновациями, какие-то нулухау изобретать и так далее. Ну, это спасибо руководству, что руководство, так сказать, смело экспериментирует. Вот это был чистый эксперимент. И спасибо, потому что, я говорю, тиражировать спектакли уже известные – это здорово, это очень хорошо. Театру это было просто необходимо как воздух после генеральной реконструкции. Нужно было иметь академический репертуар. Конечно, обязательно. Но дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, а что бы вы могли предложить вот такого необычного? А что у вас есть, на что можно было бы пойти и подумать? Какой-то после этого взять, послушать оригинал, почитать первоисточники и так далее. То есть, ну, вот в этом смысле единственное, я говорю, что, к сожалению, к большому, нельзя объять необъятное. Мы слишком, слишком поставили, как бы сказать, задачу трудновыполнимую, потому что у нас было еще заготовлено больше. Мы вообще могли бы в два вечера спектакль делать. Ну, действительно, это было бы все равно интересно. Ну, все впереди можно, я думаю, на следующий сезон. Еще какой-то второй акт, четвертый акт. Нет, сейчас мы очень сильно спектакль сократили, потому что, действительно, и публика не готова была. Люди приходят на оперету. В общем, с жанром, может быть, мы тоже немножко погорячились, назвав опереттой. Судя по тому, что в театре, кроме этой оперетты, идут летучая мышь, Сильва и так далее. То есть, эта оперетта, хотя она тоже имеет название оперетта, очень сильно отличается. И нам, конечно, может быть, нужно было подумать о каком-то другом названии вот этого продукта, который получился, который бы не настраивал, может быть, на слишком легкий лад. Просто немножко бы дал возможность людям задуматься, что, знаешь, это не просто оперетта, это какая-то вот... Были разные варианты. Драма оперетта, там, знаете, трагикомедия, там, что-нибудь такое. Вот даже, мне кажется, мюзикл, хотя язык не поворачивается к музыке Шостаковича произнести название мюзикл, как бы, да, но даже мюзикл, он бы подразумевал какую-то немножко... Драматическую линию, да? Да, какая-то бы была в этом такая заманиловка, знаете, что-то необычное. Мне кажется, заманиловку вот сейчас только что сделали вы, потому что те, кто не видел из наших телезрителей эту оперетту, по-моему, после ваших слов обязательно придут, чтобы хотя бы понять, да что же это такое. Ну, помидорами уже не закидают, мы сильно сократили спектакль. Очень много там сделали такую редакцию, чтобы публика не потерялась в хитросплетениях вот этих драматургических линий, характеров и так далее, чтобы он как бы задышал. И сейчас, кстати, будет у нас спектакль 15 июня. Этот спектакль будет отсматриваться экспертами «Золотой маски». Они выразили большое желание посмотреть этот спектакль, послушать и с прицелом отвезти его показать в Москве на «Золотой маске». Как уж там дальше звезды сойдутся, я не знаю, но спасибо, видите, за такое внимание, потому что действительно это была очень большая работа, была занята вся труппа. То есть это редкий случай, когда фактически от начала до конца и балет, и опера постоянно взаимодействуют. И при этом и разговорный жанр, опереточный, да, вот вариант такой, и полноценные балеты с адажо и так далее, и хоры там и так далее. Ну, у нас есть, конечно, половецкие пляски в «Князе Игоре», где балет выходит, но это все-таки, знаете, включение такое. А здесь это все переплетено. То есть барышня и хулиган, эти же хулиганы, которые живут в бараках в Марьиной роще, из которого переезжают в Черемушки, так сказать, молодежь и их родители. Вот, и там, соответственно, тоже такая внутри коллизия, что старики не хотят переезжать, им там хорошо, они привыкли. А молодежь говорит, нет, мы хотим, но... Все не рассказывайте, тем более, что остается у нас четыре минутки буквально до конца эфира. А мне еще хочется узнать все-таки о планах, которые грядут, да, и то, что будет, это балет «Эсмираль», да? Да. Которому непосредственно вы имеете прямое отношение. Имею прямое отношение уже с балетмейстером-постановщиком, а это Юрий Петрович Бурлака. Это замечательный профессионал, который является специалистом по вот такому наследию музыкальному. Это будет... Премьера на следующий сезон? Премьера будет на следующий сезон, да, в конце декабря. Это будет балет «Эсмиральда» на музыку Цезаря Пуни по роману Виктора Гуиго «Собор Парижской Богоматери». Парижской Богоматери. Вот, это очень динамичный, очень интересный балет. Мы уже приступили к его редакции, что пойдет в Самарском театре. В принципе, можно посмотреть, есть в интернете вариант, который тот же самый Юрий Бурлака делал в Большом театре. У нас будет чуть-чуть другая редакция, вот, но что-то похожее. Конечно, у нас будут свои декорации, это ясно. Наши артисты балета, которых все знают уже и любят. То есть, все равно это будет наш спектакль. Самарский однозначно совершенно. Но это интересно. Вот уже скоро мы начинаем, приступаем к работе над этим спектаклем. И все-таки давайте тайну-то приоткроем. Мы в начале программы начали с вами говорить о том, как зайти в одну реку дважды. Да. Так как? Как зайти? Вот сейчас мы сделали... У нас была премьера тарам-парам или квартирный вопрос испортил была осенью. С тех пор спектакль несколько раз перерабатывался, именно в основном по сокращению. И, мне кажется, искал себя вместе с нами. То есть, мы как бы вместе со спектаклем искали какой-то такой вариант. И мы продолжаем это. Перед приездом экспертного вот этого совета мы встречаемся, опять приезжает режиссер-постановщик, балетмейстеры. Мы садимся, опять пытаемся привести к общему знаменателю все, что мы экспериментировали. Какие-то добавляли номера, какие-то убирали. Мы хотим сделать конечный продукт, который был бы уже настолько, как бы, динамичным, настолько убедительным, чтобы он полюбился самарской публике. И, соответственно, произвел бы какое-то впечатление, заявил о себе в Москве, если придется. Минутка до конца. Есть произведения, делятся произведения на трудные и нетрудные? Или все они по-своему? Коротко. Я думаю, что произведения делятся на скучные и не скучные. Интересные или неинтересные. Если всем скучно, какое бы легким ни было произведение в техническом плане, это неинтересно. Если произведение не скучное, а именно в нем есть какой-то смысл, каким бы сложным оно ни было, это все преодолевается с легкостью. Полминуты отпуск у вас будет? Надеюсь. Чем заниматься будете? Обычно отпуск я посвящал поездкам в Италию и стажировкам. В прошлом году я еще на конкурсе получил первую премию международных дирижеров. В этом году я, возможно, поеду в Италию, пока еще не знаю. Спасибо вам огромное, что пришли. Надеюсь, не последний раз. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Приведите выходные, использую, с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон.